Продолжение следует... У нас маленький участок и кое-какие строения. У нас маленький участок и кое-какие строения. Нет ли на нем строения? Я рекомендую действовать так, как здесь написано. Так действуют профессиональные ландшафтные дизайнеры. Почему? Потому что, во-первых, ландшафтный дизайнер должен обосновать траты, которые он планирует сделать для того, чтобы обустроить участок. Это первое. И второе. Если мы с вами, когда что-то думаем для своего участка, и потом берем, делаем и переделываем, мы все это делаем за свой счет, ландшафтный дизайнер так не может. Поэтому он делает план, он обдумает варианты, он представляет их заказчику. И после этого, когда заказчик говорит, да, добро, он выходит и быстро за один сезон делает участок. Я считаю, что профессиональные алгоритмы, они очень подходят для нас с вами, обычных дачников. Я тоже владелец участка и делала свой первый сад самостоятельно. Поэтому я рекомендую вот этот порядок действий не нарушать. Можно делать план, можно делать участок по кусочкам, да, можно еще каким-то образом действовать, но внутри алгоритм должен быть следующий. Сначала вы делаете план сада, кусочка, цветника, композиции, как угодно. Дальше желательно изучить декоративные растения, да, потому что растения наши краски, ими мы просто рисуем. Если мы не представляем себе, как растение выглядит, это чрезвычайно сложно понять, как будет сад выглядеть через 10 лет. После этого вы планируете композиции, это уже прям дело техники, зная растения, зная алгоритмы планирования композиции. И после этого вы уже планируете цветники, потому что цветники это такая бижутерия сада. И как мы бижутерию покупаем после того, как основной наряд на нас надет, так и цветники желательно делать после того, так как основные работы на участке закончены. Если посмотреть, что я могу вам предложить в школе планирования сада, то также выстроены все базовые курсы, которые вы найдете в школе. То есть основа изучения это, не основа, а структура изучения, это 4 базовых курса. Нужно сделать план сада, идете на курс, как за 7 шагов сделать план сада. Нужно изучить декоративные растения, изучаете путеводитель по декоративным растениям. Нужно спланировать композиции из кустарников, для этого есть курс конструктор композиций из кустарников. Тогда, когда приступаете к цветникам, изучаете курс секреты устройства современных цветников. Вот он, такой порядок. Но я понимаю, слушательница, которая пишет, но лето-то терять не хочется. И тут я отступила, ну не знаю, думаю, ну как, как, действительно, что-то может быть можно сделать, хотя я прям сторонник такой вот действует по порядку. Но подумав, я поняла, что все-таки есть два курса, которые можно изучить летом. Это курс путеводитель по декоративным растениям и все лекции, которые касаются декоративных растений, соответственно. И курс секреты устройства современных цветников, и в том числе, вот, по устройству цветников много курсов и лекций, чуть попозже о них скажу. Но вот это все можно изучать летом. И почему, да, почему и действительно это, ну, совершенно, оказалось, когда я подумала, двойная польза от этого, от того, что вы изучаете курсы летом. Потому что, как только вы послушали лекции, вы сразу начинаете видеть то, что нужно в растениях или в планировке. В общем, все те приемы, о которых в лекциях рассказываются, вы их начинаете видеть у себя, например. Вы начинаете видеть свои ошибки, вы начинаете наблюдать композиции где-то в городе, во дворе, где угодно. И вы все начинаете видеть. Я не знаю, как это назвать, но об этом мне постоянно говорят слушатели курсов. Действительно, я учу тому, чтобы вы, я называю это мышление дизайнера, дали мыслить как дизайнер. И вот это другое немножко мышление. Поэтому растения, может быть, вы и много раз видели, знаете и представляете. Или я не знаю, там на картинках видели, но тогда, когда я рассказываю, когда я об этом рассказываю, и давая при этом какую-нибудь теорию планировать или правила дизайна, то растения предстают в новом свете. Вы таким образом, когда вы слушаете лекции, смотрите на участки, вы таким образом развиваете садовую интуицию. Потому что не случайно все это называется ландшафтный дизайн, садовый дизайн. Вообще дизайн его иногда сложно описать словами. Но здесь и вот эта садовая интуиция, которую я наблюдаю у многих слушателей, которые приходят в школу планирования сада, или вижу, как она развивается, вот как раз она развивается из-за того, что вы начинаете смотреть в нужную сторону и видеть в растениях то, что нужно. Вот так вот. Дальше. Вы покупаете растения уже осознанно, да, не просто какие видите или какие вам дадут. Или вы, знаете, у продавцов спросите, а как это, да, или вы увидите красивые цветочки в питомнике, и вы сразу покупаете. Или вам листочки понравились, вы тоже берете. Нет, вы вот после того, как прослушаете, например, курс путеводитель по декоративным растениям, все, есть списки, 270 видов растений, которые прекрасно чувствуют себя в Подмосковье и схожих по климату районов. И это база, да. Потом вы можете уже дополнительно что-то покупать, но вот это база, да. Вот везде у нас есть какая-то такая база. В женском кардеробе есть базовые вещи. В доме у нас база, это фундамент, стены и крыша. И вот в саду есть тоже такие растения, которые базовые. Вот они без них никуда не составляют основу сада. И вот такие растения вы покупаете в первую очередь. Вот, кроме того, вот тогда, когда вы купили эти базовые растения, вы их подращиваете, да, вы можете не обладать ничем, ничего не уметь. Но, во-первых, эти растения хорошо растут, они будут сами. И, во-вторых, вы их начинаете наблюдать, да, вы их наблюдаете, вы смотрите, как они там соотносятся с лекциям. С лекциями, то есть вот получаете как раз ту самую садовую интуицию. Но еще есть вторая причина, да, что это очень важно. Что когда вы растения подращиваете, их стоимость возрастает просто в 10 раз. Я специально считала, да, что если вы берете, например, трехлетний саженец, еще два года подращиваете, у вас пятилетнее растение, стоимость, разница стоимости в 10 раз. Вот такая вот, ну, таким вот образом можно действовать. И более того, то есть растения вот такие пятилетние прекрасно пересаживаются, и вы сразу получаете сад, ну, тот, что еще пару лет подождете, и уже все, у вас рай в текущем. И это именно, но при этом нужно понимать, что вы один раз посадили в питомных, потом вы их подрастили, а дальше вы уже научились за два года всему, что нужно, и вы уже сажаете их в нужное место. Вот тогда процесс роста растений очень быстрый. Если вы их пересаживаете с места на место, как это часто делают, когда мы не понимаем, где сажать, что сажать, то тогда все это гораздо дольше длится. Поэтому вот такая вот летом польза в изучении курсов. И вот он, курс-путеводитель по декоративным растениям, о котором я говорю, да, с которым я рекомендую начинать всегда. Растения – это краски. Вот посмотрите на эти картинки, да, а чем это не краски, чем это не мазки, кисточек. Просто это, вы даже можете не понимать, что это за растение, но картины, которые перед вами, вы видите. Соответственно, курс-путеводитель по декоративным растениям, он состоит из трех блоков. Это блок декоративно-лиственные кустарники, это блок хвойные кустарники, это блок красиво-цветущие кустарники, да. Названия говорят сами за себя. Декоративно-лиственные с цветными листьями, белые, пурпурные, желтые. Хвойные – это хвойные растения, и разберетесь во всем их многообразии в соответствии с их формами крон. И красиво-цветущие, но это те, которым больше всего людям, которые цветут весной и летом, и наша мечта сделать сад цветущим. Это базовый курс. Вот без него вообще никуда, да. Можно, ну, я даже не знаю, как сказать, я уже, в общем-то, все сказала, не буду даже повторяться, почему он нужен. Я его так назвала. Базовый курс. Дальше. Это три блок, вы можете приобрести по отдельности. Можно приобрести путеводитель по декоративным кустарникам. Три блока вместе. Вы увидите на странице с курсами. Это такая форма есть. И, конечно, я рекомендую, если вы будете использовать, ну, например, если вы делаете сад только из хвойных, тогда, конечно, берите и из хвойных, только вам хвойные нужны, да. Но это редко бывает. Это особые сады. И если вам нужен именно спектр, для того, чтобы вы, вот, сад, вот, во всем многообразие, чтобы он был красив с ранней весны до поздней осени, тогда, конечно, вам и без декоративно-лиственных кустарников не обойтись. Ну, и без красивых цветущих, само собой, разумеется. И я хотела вам сказать, что помимо курсов, вот, посмотрите, да, есть еще и лекции. Чем курсы отличаются от лекции? Ну, курсы, они, как правило, это минимум три лекции, там, четыре, это, может быть, вот, базовые курсы, это, там, девять и больше лекций, да, это, то есть, вот, такие вот длинные курсы, в которых много-много-много всего разного, про разные растения. А вот лекции – это один вопрос, да, вот есть, например, три главных вопроса про хвойные. Что, где и с чем посадить? Как правило, название лекции, она, ну, говорит, это не сама я придумываю эти названия, да, это названия, которые задаются слушателями, да, и вот ответы на эти вопросы были вот эти точечные лекции, да, где полтора-два часа такой один вопрос рассматривается, то есть, опять, если вас прям хвойные интересуют, и вы ничего про них не знаете, или вот вы начитались всего в интернете, и у вас такая каша, и опять вы не знаете, с чего начать, то вот там прям четко лекции все разложено, про хвойные, что, где и с чем посадить. Сразу у вас вот эта картинка появляется, да, как их можно использовать в декоративном саду. Или, например, лекция 10 растений, без которых не обойдется ваш сад. Это вот те самые-самые-самые, да, которые простые, малоуходные, легко растущие, и при этом очень красивые, да, других не бывает просто в моих курсах, это, по сути, мои самые любимые, потому что вот можно, если вы, вот у вас пустой участок, вы не знаете, с каких растений осять, вот эти берите, никогда не пожалейте, это одни из самых лучших растений. Дальше. Помимо путевладителя по декоративным растениям, конечно, я рекомендую изучать цветники летом. И тут, знаете, тоже такая причина интересная. Почему? Ну, потому что есть прям несколько причин, с словами скажу. Цветы растут очень быстро, правда, да? Вот мы уже за один сезон, вот мы покупаем какой-то там крышу, и уже за один сезон мы видим цветок во всей его красе. Прям буквально два года, это уже полноразмерное растение, цветет в правильное время, вы уже понимаете, какое оно, как оно, с чем его посадить, или как часто его надо делить, вообще нужно оно вам в вашем саду или нет. А знаете, почему вы это начнете понимать? Ну, потому что вот один год понаблюдали, вместе с лекциями, да, не просто вы сами по себе наблюдаете, как это обычно, да, а если вы уже знаете, куда смотреть, какие особенности нужно наблюдать, как это можно использовать, то вы уже на цветок вот этот смотрите, и вы уже представляете, как это собрать цветник. То есть это какая-то такая уникальная вещь с цветами. С одной стороны, очень сложно создавать цветники, это прямо искусство в искусстве, говорят дизайнеры, и, в общем-то, создать красивый цветник, это прямо вот как картину нарисовать мелкими мазками, прям очень непросто. Но с другой стороны, если вы все-таки вооруженные знаниями начнете делать цветники свои, даже первые, вы прямо почувствуете себя таким дизайнером, и так это быстро, потому что они при этом цветы очень благодатные, только вот просто надо с ними правильно обращаться. Вот, поэтому я рекомендую цветнику, курсы по устройству цветником изучать летом, чтобы сразу посмотреть, что получается, и сразу, вернее, понаблюдать за цветами уже грамотно, вот так, как вот мыслят, как дизайнеры. При этом вот тоже есть базовый курс «Секреты устройства современных цветников», и здесь тоже три блока. Это прям большой курс, я не помню уж, извините, а, сколько лет, 10 лекций, по-моему, там, 10 лекций, и там, вообще там очень подробно все написано на странице с курсом, но если коротко, то это, во-первых, общее устройство цветника, во-вторых, цветовая палитра, да, ну, без этого мы вообще ради цвета мы и создаем цветники, и, наконец, подбор растений цветника покрыт по микроклимату места. Это, в общем, мой самый любимый блок в этом курсе, потому что его просто всегда забывают. Вот, из-за этого тоже цветы не растут, не только из-за того, что вы их не знаете, да, и из-за того, что вы их не туда сажаете. Вот, для того, чтобы понять, куда посадить, этот вот вопрос по микроклимату места. То есть, это такая неявная вещь, как я понимаю, то есть, это мало кто почему-то понимает, хотя мы все понимаем, что цветы у нас из природы, где-то они там в каких-то условиях росли, и вот наша задача на нашем участке найти такое место, где им будет комфортно. Вот, вы просто меньше будете, ну, пересаживать меньше, будете ваше растение страдать, если вы сразу, да, еще ничего не зная, начнете понимать, как это важно, подбирать цветники по микроклимату места. это вот был про базовый курс, да, надеюсь, понятно, я вкратце, но подробно, прям, смотрите на странице с курсами, дальше, что? Дальше, вот, потом пошли уже экспресс-курсы, или мини-курсы, как угодно их можно называть, здесь, как правило, три лекции, или две лекции, плюс мастер-класс. это вообще на основе курса секреты устройства современных цветников, но секреты устройства, это такой базовый курс, который вот надо прям время, чтобы его послушать, выяснить, а если вы хотите побыстрее, да, то, и такой, вот эти курсы, они сделаны по принципу, бери и делай, то есть узнай и делай. Вот если вы хотите такой курс, чтобы быстро освоить, и прям сейчас вот уже осталось пару недель, уже надо делить, сажать, что-то посадить, тогда вот эти экспресс-курсы. Интересует, как подбирать цветы по цвету, да, чтобы получать вот гармоничные цветники, экспресс-курс, как подобрать цветы по цвету. Интересует, как озеленить узкие, маленькие пространства, а это такое чудо, это курс, это навеян моими путешествиями, по Голландии, когда я увидел, как Голландия обустраивает маленький пространство, например, на этой картинке видно, видите, какую узкую полосу, я помню, когда я вошел, вот в эту часть сада, когда я вот прям, я просто обомлела от того, какая-то проставила конечную, построила конечное решение, настолько эффектно, и потом я стала видеть, везде вот эти кусочки, обустроенные, вот, ну, с невероятным мастерством, и мне пришло в Гоут сделать целый курс, ну, не целый курс, это всего 2 лекции, плюс мастер-класс, слушатели курса, то есть вы сразу увидите схемы, способы применения, я невероятно была довольна этим курсом, который сделала в прошлом году, и вот вам очень его рекомендую, если прям вот вы только-только начинаете, не боитесь запутаться, там, не знаю, в базовом курсе, вот такой вот точечный курс, очень здорово, а вот курс, кстати, как подобрать цветы по цвету, он вас порадует просто, потому что, когда вы начнете понимать, как это соединять цветы, цветы по цвету, и как с использованием, там я давала, даю прям схемы, ой, это, вот это тут просто удовольствие, вот это просто удовольствие, почувствуйте себя настоящим художником, когда вы увидите, и так, ах, какая красота у меня получилась, я смог, я сделал, вот прям как на картинке, вот такой вот курс, ну и я не рассказываю про все цветы, потому что их огромное количество, и в общем-то информации достаточно, и она быстро проверяется на участках, но зато я рассказываю, у меня есть два курса, кстати, были по заявкам слушателей, в каждом курсе по три лекции, две лекции плюс мастер-класс, это курс модное растение злаки и модное растение дымки, это современные цветы, это, в общем-то, редко используемые, до сих пор еще цветы, но это то, что делает ваш цветник невероятно современным, то есть он, и современный не просто, там это какой-то, вот вы скажете, да зачем мне эта мода, да зачем мне этому следовать, но поверьте мне, ну еще чуть-чуть, если вы еще нигде, вот у вас вы это не видели, еще чуть-чуть, и без этого просто никуда, это цветы, эти, вот вам, если вы смотрите на свои цветники, и вам все время что-то не хватает, и вы думаете, что надо какой-то новейший сорт купить, вот поверьте мне, не от этого, а от того, что в них вот нет этих современных штрихов, современные штрихи цветникам дают растение злаки и растение дымки, в них есть свои тонкости использования, вот об этом я и говорю, тут тоже, тут тоже, лекции я сделала после потещения Голландии, где, ну, очень много цветников, злаков используется, и дымок используется, и цветники глаз не оторвать, да, вот даже самые обычные флоксы будут смотреться, или ромашки, или еще что-то, горгины, вот я смотрю просто здесь на фотографии, смотреться совершенно по-другому, тогда, когда вы поймете, как использовать эти растения, но они не все зимуют, у них есть свои особенности, и вот для того, чтобы это грамотно использовать, знать вот эти тонкости, вот эти два курса у меня есть, ну, кроме того, по цветникам масса лекций, как раз для новичков, вот все лекции, если вы прям вот раздумываете, ну, все-таки с чего начать там, и думаете, ну, вот столько всего, вот просто возьмите хотя бы одну лекцию, во-первых, вы увидите, что внутри, как эти лекции сделаны, я имею в виду, как я подаю материал, насколько вам понятно, непонятно, надо ли вам вот в таком направлении учиться, может быть, вам вообще не понравится вот такой вот мой взгляд на сад, да, взгляд профессионалов, которые просто делятся своими знаниями, вот с непрофессиональными владельцами садов, да, с любителями, но это вот моя мечта, моя мечта, чтобы у нас стало больше красивых садов, и это не профессионалы, это не, сейчас, сейчас, смотрите, я имею в виду, то что массово, массово, да, все равно сады будут делать не профессиональные дизайнеры, да, а вот вы владельцы садов, и для того, чтобы красиво садов стало больше, значит, мне надо делиться знаниями не с профессионалами, да, а как раз с вами, с теми, кто создает сад своими руками, вот, но при этом, какие сады я вижу вокруг, я ужасно расстраиваюсь, я имею в виду, соседи, друзья, знакомые, я никому ничего не говорю, но они не сделаны по правилам дизайна, да, и вот здесь такая у вас возможность, вот, сделать сад по правилам дизайна, и получить действительно красивые, невероятные цветники, не думайте, что это трудно, это обычный навык, который развивается со временем, смотреть на растения, и применять правила приема и планирования, как обычной начальной школы, я дальше даже уверена, что вы с вами справитесь, но вот эту начальную школу, вы узнаете как раз в школе сад по-новому, все, вот все, что я хотела сказать, надеюсь, более-менее понятно, не забывайте, что вы можете задавать вопросы в группе, и я буду очень рада, ответить на эти вопросы, и следующими записями, и буду рада увидеться с вами на курсах. Всего доброго, спасибо за внимание, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok